Вот этот молоденький лейтенант Мотовилов на отдыхе в тылу. Начальство строгое. Ужас. А между прочим, товарищ лейтенант ночью с плацдарма вернулся. Товарищ лейтенант, вы молоко на столе купили? Он крутит роман с медсестрой Ритой. Товарищ комбат, идемте к нам вареники делать. Приходите. Та-ри-ра-ра-ра-ра-ра. Туич, кажется, совсем погасла. Это на фоне общего настроения, что война не время для романа. Не время считается потому, что есть такая закономерность. Сначала левый роман, а там глядишь и предательство. А мы от себя добавим, что это все лишь этапы поведения Бандерлога. В левом романе бабой ценится наибольший дегенерат, поэтому из всех она накидывается на Бандерлога, как самого дегенеративного из всех субстай. А для Бандерлога понятие государственности чуждо. Отсюда и эта закономерность. Сначала левый роман на фоне общего воздержания, а потом предательство Родины. Кто на замужних баб царится, тот запросто и Родину продаст. Не все достаточно развиты, чтобы видеть эту закономерность. Как следствие, все недоразвитые, такие же Бандерлоги, считают, что такие как Матавилов, это яркие личности, которые не ограничены общим шаблоном. А женщины якобы ценят героев, поэтому выбор Риты и Матавилова якобы подтверждает его героичность. Такой молодой, а уже командир батареи. Чего уж там, женщины вообще живут по чести. Каждый момент своей жизни. Тебе-то какого надо. Так что крутит Матавилов роман и крутит и на здоровье. Рассмотрим ситуацию поближе. Дело в том, что медсестра Рита – это ППЖ их командира. ППЖ – это аббревиатура, словосочетание «походно-полевая жена». На, надевай. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ с хлебным салом. Достаточно устойчивая связь. Баба у армейского командира – это единственная целесообразная половая связь на войне, потому как мобилизованные солдатики, которые, суть маменьки на сынке, лучше управляемы парой, а не отдельно взятым офицером. Есть у командира ППЖ подразделение представляет из себя больший монолит, меньше потери на марше, больше могут перенести грузов, больше могут выпустить снарядов за единицу времени и, учитывая рассеяние снарядов, могут и попасть. Проще говоря, у них больше результативность не потому, что меньше стреляют, а потому, что больше стреляют, ведь без крепкой руки вообще бы не стреляли. Так что ППЖ – это из технологий дракона, но только при достаточно крупном командире. Армия – это не партизаны, где верхушка отряда может быть товарищеская. В армии этого нет, поэтому победная в реальной армии – это дракония, потому как товарищей не хватает. Смешно надеяться, что в армии даже на полк приходится хотя бы один товарищ. Может не быть даже ни одного. Так что дракон в лучшем случае. То есть тот, который бледует втайне с ППЖ командира, сносит крышу этому командиру. Решения командира становятся менее победные, а это потери. Сверх того, разрыхление пары приводит к падению дисциплины, точнее, ее армейского суррогата, подчинения, а это еще большие потери. То есть даже при поверхностном понимании закономерности жизни видно, что лейтенант Мотовилов – это вредитель. Свинья. Точнее, бандерлог. Его цель – не победа, а как у всякого вредителя – вредительство. Если уж стрелять в артиллерии, то с целью извести снаряды. Три снарядика, товарищ второй. Ты воздух сотрясать хочешь или стрелять? Ты знаешь, сколько наш снаряд стоит в пересчете на рубли? 50 килограмм. Ты знаешь, сколько это? Ты знаешь, сколько это? Продолжение следует...